Ребенок у меня напугался, два раза описался ночью, кричал ночью, мама, и не может посещать детский сад. Таким кошмаром для маленького льва обернулась вроде как обычная ссора с девочкой из группы в садике. На жалобу малышки резко отреагировала ее мама. Родители льва рассказывают, что в общем чате началась перепалка, а при личной встрече добавились и угрозы, причем в адрес ребенка. Она подошла еще раз и вот так, грозя пальцем, нагнулась к нему и сказала, ты слышишь, тебя изобьет мой старший сын. Далее обратилась к моему супругу и сказала, что у нее муж капитан полиции, уголовного розыска и что ему за это ничего не будет. Не испугавшись угроз, Татьяна написала заявление в полицию на обидчицу, но завести дело отказались. Администрация детского сада, по словам родителей, предложила мальчику пока посидеть дома. Уже почти две недели ребенок не ходит в садик. Ребенок может посещать детский сад? Конечно, почему нет? Но на камеру заведующая отстранение льва от детского сада не подтвердила. Рассказывает, что мальчик имеет исключительно положительную характеристику и может вернуться в группу хоть завтра. Дети между собой всегда ссорятся. Они тут же потом мирятся и забывают про это. А это уже конфликт родителей. Мы работаем с ресурсным центром медиации, который нам в этом помогает. Мы решаем, оба родителя туда приглашены. Родители льва готовы пойти на примирение со второй стороной, ведь до выпускного мальчику осталось всего несколько месяцев. Тем временем он продолжает общаться с девочкой из-за ссоры, с которой и начался этот скандал. А вот родителям теперь придется налаживать отношения через медиатора. Марина Митрофанова, Артур Фазлеев, 31 канал.